здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил и регина здравствуйте добро пожаловать на наш канал и прежде чем начать наш обзор из винтажной лавки я хочу вам показать эту брошь которую мы с ригиной восстановили кристаллы на ней в оригинале были кристаллики такие вот желтого цвета но подобрать было их очень сложно найти был их невозможно и мы заказали приняли решение заказали на интернет в интернет-магазине вот эти кристаллы брошь тридцатые годы примерно предположительно прошлого века и я думайте кристаллы очень сюда подошли не хватало 2 до них до 2 не хватало да и мы сделали такое срединое предположение что это фред гриви компания по этим вот этим видите кружочком в точечку у них было тоже так они ставили свои клейма так вот своеобразно и у них еще было клеймо звездочка с буковкой с английской внутри что тоже это является компания фред грей думаю получилось неплохо а что вы думаете да напишите нам как вы считаете да и теперь мы начнем наш обзор наших находок из винтажной лавки и хочу я начать с этой прелестной броши черепахи регина кстати и увидела на полке она была магазине и попросила дать ее посмотреть нам каково было наше удивление что брошь оказалась компании фред грей вот чтобы еще раз ведь я какой не клеймо тоже звездочка с буковкой с да мы были очень удивлены находка это нам естественно понравилось это не обычный материал это не металл это пластик а точнее это бакелит регина делала такой тест и она показала что это бакелит брошь мы помыли и вылетел только один кристалл в ней я уже не помню какой я его приклеил какой-то вот у меня было сомнение в том что они как тут прилегают эти кристаллы не очень равномерно но хотя я не думаю что это не родные кристаллы думают родные может быть так вот как-то они не так совпадали с ячейкой это не знаю это не стеклянные кристаллы да кстати это пластик брошь очень интересная да точно я вклеил один глазик сюда здесь один родной один не вклеил такая черепаха брошь очень красивая тоже предположительно это тридцатые сороковые годы прошлого века кстати мы пытались найти на google нам вообще ничего не выдает потом у нас такой возник вопрос неужели фред грей дело украшения из бакелита мы тоже пытались это найти нам дочка пыталась найти что-то мы ничего не нашли мозг у кого-то есть какие-то данные может кого-то есть такие украшения пожалуйста напишите нам нам очень интересно потому что они мы не просто собираем украшения а пытаемся найти как бы историю этого украшения да это же интересно очень действительно находка редко считаю я тоже думаю что это очень-очень редкая находка он даже не знал что он нам продал продавец в лавке ну да он так брошами особо не интересуется да я знаю интересуется больше монетами как-то у него тоже свое хобби но лавка у него забита всем просто но в основном он скупает золото и серебро и да он его продает не дешево вот единственное что его вот интересует как да это драгметалл золото и серебро вот это самое интересное ну давай дальше угу давай ваза вот такая нам понравилась очень с цветком лилии такая пара цветков форма не до необычная форма здесь на обратной стороне с другой стороны вернее тоже такие же цветочки лили видите эта компания ленокс сделано сша но почему-то здесь какая-то видите это наклейка здесь китай тоже почему-то непонятно но если написано что сделано в сша значит это точка вертаж да безусловно потому что до девяностых годов по моему компания ленокс делала в америке а потом они вывели бизнес китай то есть конечно если даже взять те цифры которые до девяностого года это уже прилично и вообще эта компания считается в америке очень такой хорошего ее любят эту компанию качество хорошее у них прекрасная посуда прямо замечательная она не дешевая вот очень жалко что это теперь не в сша в китае очень много вывели бизнесов очень конечно что для экономики это тоже не очень хорошо для экономики тех стран куда выводится бизнес получается это хорошо да посмотрите пожалуйста тоже интересная такая находка солянка или перечница под хрусталь такое стекло это не под хрусталь это хрусталь хорошо узор такой видите красивенький красивый узор звук такой красивый да и звук красивый тоже здесь о гонконах написано вот тоже взяли очень понравилось нам мы такую находили в интернете пишу что это винтаж конечно и должно быть в паре их должно быть вообще две должно быть соляночка и перечница ну вот это что-то одно из этого то ли перечница то ли соляночка может там дизайн другой какой-то ты показал какой там красивый рисунок на это да на стекле да на стекле очень-очень красиво тяжеленькое ну качество ну да чувствуется красивая такая брашировка такая точечки вернее как выпуклости рельефная такая да да действительно красивая несомненно тоже интересная находка это у нас пудреница такая вот видите коробочка вид у нее конечно потрепанный но это не удивительно поскольку это вещь тридцатых годов прошлого века зеркальце посмотрите состояние внутри очень неплохое кстати вот так полумесяцем такая крышечка и здесь посмотрите такое окошко сейчас я открою а здесь вы посмотрите надпись какая да то есть то есть я так понимаю за 25 центов можно было им отправить и вот эту коробочку да или как-то не наполняли все заново если у кого-то когда-то заканчивалась это пудра там есть адрес куда можно в Нью-Йорк в Нью-Йорк по-моему в Нью-Йорк в Нью-Йорк вот Олечка нам подсказала дочь что отправлялась в эту компанию деньги 25 центов и они присылали ну вот эти вот эту коробочку полумесяцем вот эту и эту коробочку да такие и вот сюда вставлялась только и все устанавливалось вот так вот делалось с доставкой на дом в то время удивительно да пагода японский дамаскин я так думаю очень красиво посмотрите какая красота горы сакура пагода такая работа интересная коробочка это у нас возможно что таблетница так она внутри выглядит тоже вот такая вещица интересная с удовольствием взяли что-то в лавке было так много этих пудрениц коробочек разных нам надо было выбрать самые красивые и вот видите еще одна пудреница довольно таки крупная с таким прекрасным цветочками прекрасными сверху такой узор чеканка что ли это такая работа интересная нет вовнутрь видите чеканилась не снаружи вернее снаружи не с внутренней части тоже зеркало довольно крупное зеркало так так вот так она раз такой интересной как чешуйки даже пудра осталась я тоже думаю что это вещь винтажная здесь единственное что здесь это в Америке в США изготовлено тоже такая брашировка по металлу металл ватунь похоже на красивые цветочки не просто голая поверхность да вот как-то цветочки пожалуйста красиво да еще одна такая маленькая коробочка шкатулочка но я думаю это таблетница тоже сперва подумали мы что-то как веджи но это под веджи вот такие голубые белые тона такая романтическая сцена так коробочка вид вид у нее внутри такой может быть шла еще такая пластиковая может быть да не сохранилась для таблеточек ну вещь интересная форма такая главная смотри смотрите оригинальная очень очень необычная такая коробочка можно назвать это инталией я не знаю такая видите углубленную все такой единорог забор вокруг и какое-то интересное такое дерево и сделано все на пластике это пластик это пластик да ага на пластике очень красиво выполнено видите сбоку коробочки узор в золотом тоне так он выглядит внутри мы думаем здесь были сухие духи такая наклеечка даже сохранилась да тут интересно как-то видите что это привозили из франции а вот размешивали что ли уже упаковывали в сша упаковывали наверно в сша возможно это название духов этих крем парфюм компакт да сухие духи здесь были очень интересный единорог да еще пудреница посмотрите необычная такой черный прям цвет покрытие можно подумать что это просто как орнамент такой для красоты но нет оказывается она открывается похоже как губная помада интересно тоже видите зеркало а здесь пудра и здесь тоже что-то маленькое очень все красиво так удобно несколько всяких вот этих пудр может быть в одном да пудрой возможно тени и губная помада даже все так наспех можно привести себя в порядок да и зеркальце удобная вещь да и еще одна пудреница сколько же их просто много посмотрите такая форма интересная в золотом тоне в золотом тоне зеркальце американ бьюти байл джин американ made in usa какая-то компания так сейчас я попытаюсь открыть там на кнопочку нажимать да кнопочка нажимается здесь видать была пудра но ее уже нету осталась такая интересная просвоечка мягенькая просвоечка мягенькая да 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 все так в таком хорошем состоянии тоже думаю винтаж да это глубокий винтаж да да и еще одна пудреница видите сколько много у нас их было в этот раз такая удивительная красота не просто пудреница коробочка просто красивый цветочек приятно в руках держать да потом видите обработка такая интересная не знаю покрытие вот это как бы оно с чего кажется это или эмаль или краска да я думаю это тоже очень винтажная вещь ой здесь даже есть что-то нью-йорк мэй эрли тоже видите зеркальце пудреница тут немножко крепление отошло надо будет починить интересно пудреница это уже не пудреница это уже визитница вот это лицо голова медузы горгоны голова медузы горгоны по-моему этот это у Версачи эмблема но это я думаю такая копия так как же он тут открывается вверх вот там вот так вот так вот так оно внутри выглядит да видите сюда визитные карточки складываются и чтобы они не помялись не повредились да эти их носят забавно сейчас такого уже нет наверное это не все еще чтобы вам не было скучно смотреть эти одни дамские штучки мы покажем продолжение в следующий раз то есть это еще не все даже нет будем разбавлять да теперь мы покажем украшения которые мы там нашли а в следующий раз мы продолжим показ этих дамских штучек так их назовем да и теперь мы начнем ночной асклипс такие они крупные красивые такие два цветочка можно сказать что это как подсолнухи ну напоминают подсолнух да тяжеленькие да они довольно тяжеленькие крупные в хорошем состоянии под бирюзу красивые очень маркировок на них нету но они очень красивые и чувствуется прям ну качество хорошее да очень высокое качество кулон небольшой с кабошоном под пластик пластиковый вернее кабошон под бирюзу и были удивлены вы знаете найти от Джоан Риверс кулон видите опять же это выполнено сделано в Китае уже бизнес был выведен в Китай но у Джоан Риверс есть некоторые изделия которые были сделаны еще в США то есть они уже получается еще винтажней да такое крепление под кулон необычное в виде крючка такой великолепный кулон два сердечка бьются в унисон одно меньше а другое больше очень да он и она очень красивое изделие знаете напоминает материал похож на золото есть есть маркировка BR sun солнце но пока ничего не нашли ой но никаких маркировок то что это драгоценный металл нету а работа хорошая узоры вокруг очень красивое изделие браслет сейчас я его вот так он открывается тут по всей видимости дошла страховочная цепочка какая-то работа интересная да вот как дамаскин напоминает что-то узоры цветочки разные все одинаковые но он полый правда внутри внутри пустой думаю да ну так интересно без маркировок я сначала когда увидел это изделие это у нас шатлен я подумал какие-то как клипсы похожишь на клипсы кто-то случайно цепочку туда прицепил да и случайно кто-то прицепил цепочку думаю чего оно тут делает такие у нас эти замочки шпрингельные думаю кто же сюда прицепил потом вижу конечно это острые очень для уха так она видать и шло это на воротничок да двух сторон на угол воротничка с одной стороны и с другой очень красиво должно смотреть да такая брашировка по металлу в золотом тоне все выполнено интересное вот такое плетение цепочки да необычное скрупные звенья и маленькие и они немножко выгнуты тоже кстати имеют брошировку некоторые звенья некоторые звенья да и тут есть маркировка компания краунтрифари хорошее состояние знаменитая компания интересная находка современное качество да качество хорошее у них очень такая находка рождественская тема сапожок с подарками это покрыто эмалью красиво так все сколько подарков коробочек кристаллы состояние хорошее у броши и каково было наше удивление увидеть маркировку от компании арт брошь двойная видите там заклепка наверно верхушечка накладывалась и делалось такое крепление чудненький такой сапожок с подарками тоже необычная находка брошь в виде балерины которая танцует прекрасное платье а вот личико ее сделали такую вот жемчужинку там правда немножко сход покрытия на ее платье но все равно она такая хорошенькая да конечно же это брошь винтажная сход покрытия произошел без маркировки красивая такая грация бусы трехрядные такие жемчужинки это стекло да у нас у нас такое сложилось ощущение что это современное изделие очень красивое его кто-то собирал пересобирал думаю да кто-то пересобирал они на лесочке единственное думаю что коробочка это винтажная сильвер серебро так вот оно открывается красивый такой блеск у них а тут темного цвета жемчужины серые темно-серые темно-серые да вот эти красивые вставочки металлические с кристаллами оно очень хорошо выглядит для винтажного возраста поэтому я думаю это современное да но оно милое симпатичное захотелось его взять да очень красивое действительно ой какая интересная находка посмотрите как медаль целая в золотом тоне цепочка такая массивная тут правда замочек здесь аж как-то ее неправильно видать прицепили надо будет переделать все равно да я даже подумал что мы ее взяли и не напрасно взяли такая галантная сцена прям ой а такие одежды у людей как будто прям пятнадцатый век на дворе шляпы такие интересные дамы мужчина деревья ну и цветочек дарит посмотрите прелесть какая так и обратная сторона я вижу маркировку Alva Studios вот поэтому наверное мы и взяли да и немножко хочу зачитать вам что это нью-йоркская ювелирная компания Alva Studios изготовила необычные украшения для костюмов они делали видите отличные от тех и к которым мы привыкли в частности копии ювелирных изделий до колумбовой культуры древних индейцев традиционно ацтеки майя и инки были прекрасными специалистами по изготовлению золотых изделий основанная компания в 1948 году в Лонг-Айленде штат Нью-Йорк и просуществовала компания до 90-х годов ее основатель Альфред Волкенберг родился в Вене в 1911 году эмигрировал он в США в 1939 году у него было много художников и дизайнеров которым он заказывал создавать репродукцию старинных украшений и скульптур хранящихся в различных музеях мира например в коллекции американского музея естественной истории а также других музейных собраниях интересно такая крупная это реплика да копии реплики из музейных экспонатов которые хранятся в музеях по-моему многие некоторые еще компании также делали такое даже по-моему 1928 тоже литрополитен как ммэй музей арт тоже да 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 и это считаются коллекционные украшения так что если вам такие попадаются покупайте покупайте не задумываясь да современное конечно это украшение компания банана репаблика если не ошибаюсь но безель вот регине понравился безель кристаллы заключены в такую оправу такой дымчатый цвет прозрачная мне кажется они дымчатые похоже на дымчатые так где же замочек вернее где же ага вот банана репаблик крабик такой карабин замок я знаю регина тебе нравится да безель вот поэтому мы и взяли сразу пока заработал фонарик рейна вот он покажи что это урановое стекло но не везде да некоторые некоторые зелененькие так видно да видно красиво так они светятся да а это тоже безель вы посмотрите только уже я думаю это винтажный кристаллы видите разный цвет имеет такой прям ассорти получается где-то здесь я видел бирку шильдик с маркировкой где же он делся с вот вот так это у нас Кенаджи Лэйн. Шпрингельный замочек. Ну, это очень красивое тоже. Довольно длинное. Еще и с урановым стеклом. Интересно. Я считаю брошь великолепной красоты. Мы его остановили. Необычная такая, пеострая, усыпанная кристаллами. Просто. А, мы восстанавливали, да? Здесь не хватало кристаллов. По-моему, вот этих маленьких, да? И мы пошли на некую хитрость, по-моему. Мы убрали то, что там... Ну, все кружочки, чтобы старались, были одного цвета. Потому что там в одном не хватало два кристаллика, в другом там один кристаллик. Да-да-да-да-да. Помнишь? Да. И оно видно немножко отличается, если присмотреться. Но если не присматриваться, то ничего и не заметишь. Красиво. С покрытием АБ. Покрытие Аврора Бореалис. Ой, посмотрите, веточки еще с кристаллами, маркизами. И вот скажу, я бы никогда, когда я увидел здесь маркировку и показал Регине, мы просто не поверили, что эта компания производила такие броши. Ну, совсем не похоже изделие на эту компанию. Как вы думаете, что это за компания? Догадайтесь, пожалуйста. Да. Компания Трифари. То ли, может, это ранние Трифари более такие, я не знаю, честно говоря. Даже, видите, это, по-моему, рудиевое покрытие, что ли. Состояние просто идеальное. Мы больше к таким вот привыкли Трифари. Вот как вот ты показывал шатлен, правда? Да, да. Вот такого типа. Ну, да, более к золотым тонам. Вы посмотрите, какая иголка. Крепление иглы, какое качественное. Вообще, необычная работа. Мы были очень и очень удивлены, что это компания Трифари. На этом, дорогие друзья, наш обзор подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить за просмотр, за поставленные лайки, за подписку на наш канал. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось больше. У нас еще будет продолжение, конечно же. Это еще не все наши находки. Это, наверное, третья часть, что мы показали. Просто не хочется затягивать. Ну, да. Потому что сейчас вообще стали плохо смотреть почему-то. Ну, как-то так. Упали просмотры, поэтому как-то и желания нету вот снимать. Что-то ревина как-то. Ну, ладно. Такая какая-то нота у тебя не очень. Ну, потому что стараешься, снимаешь, а не смотрят. Ну, смотрят, смотрят. Не надо так. Да. Еще раз большое всем спасибо. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова